Их понимают не с полуслова, а с полужеста. Сурдопереводчик – профессия, одна из самых редких в мире. Бурять всю эту благородную деятельность выполняет всего 8 человек. Рабочий стаж большинства из них – более 30 лет. Ирина Цибенова работает во Всероссийском обществе глухих 28 лет. Еще в раннем детстве она почти потеряла слух. В 10 лет пошла в специальную школу для слабослышащих. Повзрослев, стала швеей. Случайное знакомство с председателем общества глухих определило дальнейшую судьбу женщины. Ее пригласили работать сурдопереводчиком. Ирина утверждает, что учить язык жестов было достаточно сложно. Его она начала осваивать в школе. У школьников язык жестов – это примитивный. Уже впоследствии, когда я работала на предприятии, конечно, я больше правильным жестом научилась, работая. Мы песни пели в свое время на жестах, стихи рассказывала. Так и выработался профессиональный язык жестов. Теперь Ирина помогает нуждающимся людям в нашей республике. Только в обществе глухих таких насчитывается 800 человек. Итого один сурдопереводчик на 100 глухих, в то время как по норме должен быть 1 на 25. Главное для таких людей – это доступ к информации. Предоставить ее современные СМИ зачастую не могут. Передача была смешная «Дом-2». Наша молодежь в свое время тоже включилась в эту передачу, смотрела. Понять не могут, о чем там речь. И они каждый вечер нам надо было смотреть эту передачу ради того, чтобы объяснить потом нашей же молодежи, о чем там, кто с кем поругался. Основная часть работы сурдопереводчика – это сопровождение глухих в социальные учреждения. Они же помогают поступить в институт и устроиться на работу. Помимо этого, Всероссийское общество глухих проводит культурные и спортивные мероприятия, где участвуют люди с ограничением по слуху. Как пример могу представить фотографии. Это наши участники пятого всероссийского конкурса концертных программ, который проходил в городе Сочи в октябре 2019 года. Наши ребята воспринялись очень хорошо, выступили, показали наш национальный танец «Йохор». И не только. Костюмы на йохор сшили глухие девушки. Усилия прошли не зря, ведь именно наш национальный танец жюри отметили памятными призами. Валерия Роднаева, Эрдем Гармаев, телекомпания АТВ.